привет привет всем привет решила по многочисленным запросам попробовать сделать скажем так первое успокаивающее расслабляющее видео не знаю сразу скажу что из этого выйдет но у меня появилось некоторое количество крайне интересных вещей которые мне кажется просто идеально будут подходить для такого типа видео именно кстати одну один из предметов которые я вам сейчас буду показывать я купила именно вот за счет этого его эффекта просто такого гипнотически притягательного что хочется рассматривать и разглядывать как что это кстати у меня обычная свечка так она выглядит внутри но тоже обожаю сидеть вот так по ней постукивать очень интересный получается звук напоминает мне такой звук хрусталя из детства ну конечно это всего лишь икея никакой то не хрусталь обычная такая вот вы послушайте как она интересно звенит просто такой какой то звук хрусталя из детства почему из детства потому что у нас стране не очень развита вот это вот хрустальное все увлечение да как было в россии когда люди покупали вообще в странах бывшего советского союза когда хрусталь считался таким признаком состоятельности зажиточности было принято иметь такие помните большие большие серванты с разным разным хрусталем здесь такой тенденции нет здесь все более восточное поэтому для меня вот все что хрустальное это все воспоминания исключительно детства мы конечно и привезли с собой такую часть достаточно большую из нашей коллекции сашиточного хрустального жителя вот такая замечательная в нее еще очень удобно я складываю иногда какие-нибудь предметы вроде помад таких которые знаете вот таких карандашах очень удобно можно туда составлять и вот когда не очень их большое количество я недостаточно узкие какие-то низкие не очень большие кисти я сюда ставлю для что-то вот такое если я не сказала это из икеи самый такой банальный подсвечник стоит какие-то сущие копейки но мне кажется свечка в нем смотрится просто волшебно вот так давайте и поставим здесь дальше хочу вам показать свои песочные часы я их обожаю я давно хотела песочные часы не как никак не могла найти себе какие-то достаточно интересные обычно они были или очень громоздкие знаете еще в таком вот деревянном большом футляре чтобы так за ручку держать и переворачивать они были слишком большие другие были слишком маленькие смотрите песочек красивый прямо подходит мне под цвет ногтей другие были какие-то слишком маленькие а здесь у нас 20 минут если я не ошибаюсь и они издают просто потрясающий звук и как говорится огонь горящие пламя песок который пересыпается у нас знаете между пальцами когда мы берем его так на море или где-то на речке это зрелище который завораживает и на него можно смотреть просто на мой взгляд часами и для меня вот это реально успокаивающая процедура и смотреть как он вот так там струйками красивыми собирается видите внизу просто могу сидеть наблюдать как он пересыпается потихонечку наблюдать как он вот в этой верхней части убывает льющаяся вода горящий огонь сыпящийся песок сыплющийся песок наверно правильно будет сказать льющаяся песка онечка белья Интересный этот момент, когда он начинает пересыпаться и опять издавать этот звук. Ну и давайте я вам покажу самое интересное, что мне просто понравилось больше всего, как такой успокаивающий аксессуар, скажем так, это вот такая вот штука. Да, вы скажете, что же интересного? Обычный банальный чехол на айфон, но сейчас случится чудо. Но скажите, разве это не настоящий космос? Наверное, нужно выключить свет. Вот, по-моему, в этом освещении это смотрится просто фееричный. Я постаралась специально убрать лишние источники света, чтобы ничего не отражалось вот этой вот гладенькой поверхности чехла, потому что он абсолютно такой прозрачный, чтобы вы не видели там каких-то экранов, ламп, не могли вот так в полную меру, скажем так, насладиться этим зрелищем, которое меня просто завораживает. И что мне нравится, что там не вода, там что-то такое очень похожее на глицерин, наверное. Видите, как медленно оседает вот эта самая легкая часть звездочки, более тяжелые частицы уже упали на дно, а вот эти вот более мелкие еще висят, и они потихонечку-потихонечку-потихонечку уходят так вниз. Я видела очень много на китайских сайтах подобного рода чехлов. Этот я купила, кому интересно, в Pull&Bear. Но на китайских сайтах я не была уверена в качестве того, что я получу. Я думала, что там может быть вода, это все будет не настолько красиво. Смотрите, она просто мерцает и сверкает, это просто что-то потрясающее. Я когда его только взяла в руки, я просто сразу влюбилась. Можно сидеть вот так его крутить часами, даже не надо заходить в интернет и тратить батарейку телефона. У вас есть отдельное автономное зрелище, которое не требует ни интернета, ни телефона, ничего, никакой связи, ни батарейки, ничего, никакой энергии, кроме нашей человеческой силы, которая будет просто его переворачивать и глаз, которые будут за этим наблюдать. И я просто влюбилась. Я не очень такой большой фанат в последнее время чехлов на телефон, потому что я очень радовалась, что вот этот новый iPhone 6, ну, говорят, скоро выходит уже новая его версия, но пока он последний. Да, он вышел первый достаточно, видите, тонкий, а чехлы, особенно этот, очень утяжеляют. Вот, и я не очень хотела чехлы и все эти аксессуары, но вот этот просто я его увидела в магазине и вернулась, потому что я была обязана. Его купить стоило он совсем недорого, что-то около 12-13, наверное, долларов. Ну, это волшебно. Знаете, что еще интересно? Когда вот это все ссыпается вниз и начинают оседать вот эти крупные звездочки. Вот сейчас она у нас немножечко усядется, я вам покажу. Нет, еще раз, плохо. Видите, вот эти звездочки, они там складываются такими дружными рядами и создают такие интересные пустоты. И вот эти вот мелкие-мелкие золотые частички, когда оседают, они все время продолжают движение вот по этим пустотам, которые создают черные звездочки. они все время продолжают проникать ниже и ниже и ниже. И все время есть какое-то движение, если присмотреться очень близко, не знаю, будет ли вам видно, то там все время что-то происходит, что-то оседает, гравитация действует. И просто это очень успокаивающе интересно, на мой взгляд. посмотрите, это просто какое-то великолепное, потрясающее звездное небо, и даже не знаю, с чем это можно сравнить. Ну вот, на этом все, надеюсь, у вас немножечко тоже расслабило и успокоило наблюдение предметов, которые мне очень приятны для того, чтобы расслабляться и просто наблюдать за ними. Большое спасибо всем за просмотр, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!